Итак, главное, о чем говорит вам ваш дух, это то, что вы должны любить друг друга. Если вы не любите кого-то, в чем тут дело? Почему вы не любите? Что плохого в этом конкретном человеке? Если он сахаджа-йог, и великий сахаджа-йог, тогда вы завидуете ему, или это жадость, или это похоть, что вы все еще таковы. Тогда единство и братство этого мира является чем-то таким, чем нужно на самом деле наслаждаться, наслаждаться так прекрасно. Посмотрите на все эти вещи здесь. Они находятся в такой гармонии, в такой большой гармонии, потому что они сделаны с любовью. Если вы делаете что-то с любовью, это очень гармонично, это создает такую гармонию среди людей. Понимаете, наслаждение обществом друг друга, наслаждение достижениями других людей, несет такую большую радость, что я не могу описать ее словами. Это невозможно сделать. Слова не могут выразить то чувство, которое у вас есть. Как я сказал вам, вы чувствуете, что находитесь в саду Эдема. Такого рода чувство должно прийти к вам, когда вы знаете свой дух. Потому что, когда вы знаете свой дух, фактически вы знаете свое собственное существо. И вы столь счастливы, что ваш дух так прекрасен, что вы так прекрасны, что вы так радостны, что у вас есть все. Вы знаете, что познание этого в себе действительно несет такое благоухание, такое наслаждение. Такое состояние у вас должно быть. Я вижу иногда, как вы с наслаждением танцуете, поете и делаете что-то по-настоящему очень хорошее. Но ваш дух должен постоянно танцевать от малейших вещей. Маленькие вещи, которые были сделаны, скажем, вы увидели что-то художественное, или кто-то выказал жест доброты, жест благодарности. Помогают вам ощутить глубину этого чувства. Например, сегодня я видела наш флаг независимости. Мы сделали этот флаг, когда добились ее. Я видела, как поднимали этот флаг и спускали другой. Я не могу передать вам, какое чувство владело тогда мной. Это было чувство того, что правда так или иначе преодолела неправду. Что справедливость восторжествовала над несправедливостью. Это чувство до сих пор столь сильное, что я не могу даже смотреть на этот флаг. Если я вижу его, я вспоминаю всю нашу историю. Я вспоминаю все, как много было жертв. Как много было мучеников. Как много людей сражалось за свободу. И этот флаг олицетворяет это. И вы олицетворяете все это. Вы олицетворяете все эти идеалы. Вы олицетворяете все эти жертвы. И вы олицетворяете все то, что необходимо достичь. Для того, чтобы люди стали лучше. Вы должны многого достичь ради других людей. Вы должны работать над собой, постоянно определяя, что вы можете сделать для других людей, как наилучшим образом впитать себя эти качества, чтобы стать совершенно уникальной личностью. Как я сказала вам, было много великих лидеров, много великих людей, которых помнят многие. Что вы должны видеть, это то, что сделано их такими великими. Почему после столь многих лет люди все еще помнят их? Я подарил вам статую Шиваджи Махараджи, которая была еще одной душой, великой душой. У которого были такие принципы и такая прекрасная жизнь, что проявлялась в его речи, в его отношениях к людям. Во всем, при всем этом он был очень смелым человеком, обладая этим, ничто не сможет вас удержать от того, чтобы делать то, что является важным. У вас не будет никакого страха, вы не будете ходить вокруг да около, но вы будете знать, как найти решение и как его осуществить. Это произойдет с вами, если вы действительно знаете себя. У вас будут такие силы, чтобы быть мужественными. Вы не будете бесшабашным человеком, а будете мудрым. У вас отвага будет сочетаться с мудростью, а это и есть ваш дух, который даст вам огромную мудрость и огромное мужество. Это не мятежный дух, не страстная природа, это не хорошая природа, а очень тихое, прекрасное, мужественное отношение. Есть рассказ об одном китайском святом, которого один китайский король попросил обучить своих петухов искусству боя, поскольку у них были петушиные бои. Святой ответил, хорошо, приноси сюда своего петуха, я научу его биться. И этот китайский святой, должно быть, таки поместил какую-то мудрость в голову этого петуха. Можете ли вы представить себе его? Когда начались бои, они обнаружили, что этот петух просто стоит, он не нападает, он не отступает, а просто стоит. Все же остальные петухи убежали с поля боя, потому что в этой неподвижности была сила мужества и сила мудрости. В безвышном мужестве заключена огромная сила. Вам не нужно никого бомбить, вам не нужно никого убивать, вам нужно мужественно стоять. А это еще одно качество, которое вы будете проявлять. Ваше поведение очень вежливое, очень приятное, но вы мужественно стоите. Я знаю, что столь многие из вас ведут себя так. Вы не боретесь, не ссоритесь, а просто мужественно стоите и делаете то, что является правильным. И это вполне возможно, поскольку сейчас у вас есть эта связь со всемогущим. У вас есть эта связь с Парамчатами, и это решает любые проблемы. Мне доставит очень большое счастье сказать, что сегодня я вижу, что столь многие из вас являются такими хорошими сахадзи-левыми. Столь многие из вас, а если вы обнаружите кого-то, кто не таков, пожалуйста, дайте мне знать. Пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, выясните, есть ли такие случаи, когда кто-то пытается сильно не дать других и контролировать все, пытается зарабатывать деньги, пытается все еще иметь похоть и жадность. И так, поскольку вам действительно необходимо работать, вы обязаны знать, что эта область является тем, что мы называем Дхарма-юдха. Дхарма-юдха означает религиозная война. Но эта война не такая, которую обычно ведут люди. Наша Дхарма-юдха состоит в том, что мы придерживаемся Дхармы. Дхарма здесь означает не религию, а Вишва-Нирма-Адхарма. Мы придерживаемся нашей религией. Но есть негативность, которую мы можем называть Адхармой и которая борется, поэтому мы и придерживаемся нашей Дхармы. До тех пор, пока вы не будете Дхармичны, вы не сможете иметь каких-либо достижений в Сахаджа-юдхи. Я видела людей, которые, скажем, живут за границей, и у которых есть странные идеи. Они приходят ко мне и говорят, мать, понимаете, у меня есть жена, но я люблю другую женщину. Что мне тогда делать? Я отвечаю, уходите, это все. Просто уходите. Или чья-то жена может спросить меня, мать, понимаете, у меня отношения с другим мужчиной. Что мне делать? Я отвечаю, уходите, это все. Уходите из Сахаджа-юдхи. Вы не годитесь для Сахаджа-юдхи, и она не подходит вам. Это совершенные отбросы. У них нет ничего общего с Сахаджа-юдхи. Также в Индии. Есть что-то плохое. Также в Индии. У нас есть проблемы с честностью. Здесь есть бесчестные люди. Я думаю, это наша особая черта характера. Мы очень испорченные люди. Индия стала такой испорченной. Я не могу в это поверить. Я жила здесь примерно 35 лет тому назад, и мы никогда не слышали о коррупции. Сейчас же индийцы стали такими коррумтированными. И это то, что проникает. Это также проникает в Сахаджа-югу. Когда такие элементы проникают в Сахаджа-югу, они просто обнаруживаются и наказываются не мной, не вами, а их собственной кундалини. Так что у каждой страны есть своя собственная специализация в отношении того, чтобы совершать что-то плохое. Мы здесь не для того, чтобы делать что-то плохое. Мы не будем вести себя как плохие люди. Мы находимся здесь для того, чтобы доказать, что мы совершенны, что мы замечательные люди. наше совершенство и есть проявление нашего Духа. Мы не должны уходить туда, откуда мы пришли. Мы вошли в новое царство, в новую область. Так давайте же наслаждаться этой великой областью. Я думаю, что все вы помните меня, когда сегодня я слегка беспокоюсь в отношении тех людей, которые тянут Сахаджа-йогу вниз. А они должны уразумевать, что я понимаю все. Когда им станет больно, они не должны в этом винить меня. Очевидно, что они очень далеки от Сахаджа-йоги. Сахаджа-йога очищает вас каждый день. Вы познаете что-то на своем опыте. Вы видите какого-то человека, вы наблюдаете за какими-то событиями и это очищает вас. Это знак. Предположим, я вижу какого-то бесчестного человека, медленно я начинаю поиски. Я надеюсь, что я не делаю ничего бесчестного в отношении самой себя. Просто представьте, что вы который уточняет рецепт лекарства и испытывая его на самом себе. Какова ваша позиция? Чего вы хотите добиться? исцеление или того, чтобы оно погубило вас. Вчерашняя лекция всем очень понравилась, но эта лекция является ее продолжением. Вы величайшие люди, вы можете спасти весь мир. Я должна сказать, что никогда не ожидала, что все это произойдет в течение моей жизни, но это произошло. И я вижу вас как величайших людей. Особенно это касается женщин, они должны работать больше, поскольку я сама женщина, а у женщин есть особая способность любить и терпеливо выносить все. Я ожидаю, что все вы станете прекрасными, замечательными сахаджа-йогами, что ничто так хорошо не сможет убедить весь мир, как ваша работа, ваше дарование и ваша способность любить. Я столь много познала и ощутила на своем опыте в отношении вас, и когда я размышляю об этом, я действительно испытывала большое счастье. Я видела, как вы справляетесь и следите за столь многими вещами, которые представляют трудность, и как вам это удаётся. И так сейчас мы добиваемся создания нового мира, и в этом новом мире новая раса сахаджа-йогов должна показать хороший результат. сахаджа-йоги должны проявить свои силы, своё мужество и своё понимание. Это не является серьезным, это не является легкомысленным, это радостным. По отношению к себе вы должны испытывать только лишь радость. сахаджа-йогов. Я говорю всё это вам потому что всё это есть у вас. Всё в ваших силах. Всё это постоянно пребывает у вас. И вы были этому свидетелю. И так я желаю всем вам очень-очень счастливого дня рождения. Сохраня, чтобы у вас было новое рождение, новое понимание, новое понимание, новое личность. Постарайтесь принять эту личность. Постарайтесь уважать эту личность. Есть ваш дух, да благословит вас Бог.